Ковидные госпитали, амбулаторное звено, работают в стабильном режиме, осуществляя уже рутинную работу. Еще 32 татарстанца заразились в ковид за последние сутки. 17 человек госпитализированы, новых заболевших больше всего в Казани и Челнах. Привились от коронавируса 19% от взрослого населения республики, что мало для коллективного иммунитета. Сейчас это почти 350 тысяч татарстанцев. Свою дозу иммунитета сегодня получил руководитель Татмедиа Айдар Салемгараев. Я много советовался, советовался и по крайней мере те врачи, которых я знаю, сказали, что надо. Всех призываю сделать вакцинацию. Достаточно просто, мы же специально приглашаем для того, чтобы всем удобно было, не надо было искать, куда ходить. В республике 153 пункта вакцинации. Выездные бригады работают в пригородных поселках Казани. На этой неделе поедут и в садовые товарищества. На этой неделе мы начнем с Кировска Московского района. Проедем по маршруту с предложением провакцинировать всех желающих. И мы рассматриваем вариант того, чтобы со следующей недели начать работу по вакцинации у станции метро. Все пять пляжей города Казани обследованы и в двух выявлены нестандартные пробы воды по бактериологическим показателям. Роспотребнадзор проверяет готовность пляжей к лету. Купаться не рекомендует на озерах Лебяжье и Глубокое. По Татарстану купальному сезону готовят 20 мест отдыха, 5 из них в Казани. Заявление о выдаче санитарно-эпидемиологических заключений к нам не поступало. И мы со своей стороны в адрес всех хозяйствующих субъектов, у кого находятся на балансе места водопользования, направили предостережение об обязанности получения санитарно-эпидемиологических заключений. Данные предостережения находятся на контроле. А вот детские лагеря к летнему сезону готовы. Они получили положительное заключение Роспотребнадзора. Однако с началом смен проверки возобновятся.